Всем привет! У меня сегодня новое видео. Сегодня я хочу распаковать с вами адвент-календарь, первый адвент-календарь с лаками Эсси. И это уже четвертый раз, что я покупаю этот адвент-календарь, и он мне очень нравится. Подписывайтесь на меня, и я вам буду рассказывать об этом календаре, буду рассказывать, что там внутри. Я понимаю, что те люди, которые, как я, пользуются еще традиционными лаками, они уже, ну, типа как единороги, потому что очень многие люди, очень многие из моего окружения выбирают все-таки гелевые ногти, и потом их меняют раз в три-четыре недели. Я не люблю этого. Более того, я думаю, что меня, ногтевые феи меня благословили, это мои ногти натуральные. Я их иногда отращиваю, я их иногда обрезаю вообще под ноль. Иногда они у меня были очень-очень длинные, вот как вот это вот, плюс еще такое же. То есть вот такие вот, очень-очень длинные. Ну, в общем, короче, именно поэтому я люблю всегда использовать классические лаки, потому что я люблю еще менять цвета. Я меняю лак в среднем каждые два дня, иногда даже каждый день. В общем, у меня есть этот адвент-календарь, я его уже распаковала, я уже его вытрусила, все его содержимое оттуда, для того, чтобы немножко нам времени сэкономить. Итак, я вас предупреждаю, что это видео будет на 20 с чем-то минут, как минимум. Так, значит, мой адвент-календарь пришел мне в ужасном состоянии, но все внутри классно. Вот, он мне пришел весь помятый, вот такой вот весь, весь раскрытый, какой-то кривой косой. Я, значит, сняла этот вот рукав, который здесь, и здесь у нас есть на каждой стороне вот такие две полки. На каждой полке стоят у нас вот три коробочки с лаками. И, естественно, у нас выходит, что у нас 24 у нас лака. Название всех лаков я оставлю внизу в инфобоксе, разворачивайте инфобокс, там вы увидите и название вот этого лака, который сейчас на мне, этот уже эси. Так, давайте начинать. Номер один. Номер один у нас вот такой вот очень красивый болотный лак. Я вообще очень люблю такого цвета лаки. Вот такие вот какие-то бледно-болотные, грибные, толп, толп, такие серые, но такие какие-то светло-серые. Вот, в общем, как раз то, что мне нравится. Большой лак это 13,5 мл, а вот лак, как во втором, во второй коробочке маленький, это 5 мл. Это у нас такой, знаете, классический шоколадный оттенок. Я не очень часто ношу такие лаки, но когда мне захочется хорошо его иметь. Номер три. Третий у нас. Третья у нас коробочка. На каждой коробочке здесь написано, что здесь, и, в общем, название есть. В общем, все как положено. Вот этот продукт, такой продукт, я помню, он был довольно популярен несколько лет назад, когда Dior выпустил обновленную свою версию. Это, в общем, такой энхенсер для ногтей. То есть вы просто свои натуральные ногти красите вот этой штукой. И она должна сделать ваши ногти более красивыми. Так как мои ногти 99,9% времени под лаком, для меня просто нет места в моей лаковой жизни такому продукту. Тем более, что у меня уже есть такой продукт в коллекции, потому что он был в каком-то из календарей тоже. Вот, следующий продукт, это номер четыре. И это у нас такой топпер. Очень красивый топпер с золотой. На самом деле, я думаю, что вам видно, что это золотой. На самом деле, несмотря на то, что это топпер, я вообще люблю подобного рода лаки использовать как просто обычный лак. Я делаю несколько слоев, чтобы добиться цвета и нормально. Потом сушка, потом топ и, в общем, все окей. Единственное, я могу вам посоветовать использовать вот этот лак, например, как бы я сделала и я делала с подобными лаками. Например, если я с вечера не накрасила ногти и утром мне куда-то нужно срочно убегать, в ногтях у меня ничего нет. Я, значит, беру вот такой лак, там, где очень много глиттера. Это самое главное, глиттер. Там, когда очень много глиттера, эти лаки обычно застывают очень быстро. И вы делаете очень-очень тоненький слой лака. Вот такого лака. Застывает это в течение одной минуты, и ваши ногти просто будут в красивом таком цвете. Номер пять, это у нас, что у нас здесь ничего не написано, а тут ничего не написано. Номер пять, это у нас красивый красный. И это классический такой красный цвет, и он называется Really Red. На самом деле, это не мой любимый. Это мой второй по симпатичности для меня красный цвет в эсси. Мой первый, самый любимый, это Geranium, герань. И вот это, это вообще-то мой второй. У меня есть такой уже лак, он очень-очень красивый, очень красивый. Следующий лак, это вот такой вот кутюр, кутюрный лак. Это, в общем, типа гелевое покрытие. Это лак, который обещают, что он держится на ногтях то ли 10, то ли 14 дней. Хочу сказать, что это так и есть. Он действительно очень долго держится. Это такой, знаете, очень красивый фиолетово-синий оттенок, такой джинсовый чуть-чуть. Очень красивый оттенок. Хочу сказать, что хорошо подобранный цвет, потому что в течение нескольких календарей у них вот именно в таком формате был либо вот этот вот сейлор там, короче, какой-то то ли хей сейлор, короче, какой-то такой бледно-розовый цвет, а либо такой вишнево-красный цвет, что в принципе неплохо. Вишнево-красный это красивый цвет, но здесь очень такое, знаете, отступление от их традиционной практики, что неплохо. Единственное, я не очень люблю именно вот эту линию, потому что она действительно очень долго держится. И так как я меняю лак каждые два дня, и зачастую я меняю лак, даже который ещё нормальный, всё с ним классно, мне просто жаль менять его, потому что этот действительно держится. Единственное, когда я знаю, что мне предстоит какая-то работа, мануальная работа, и есть возможность того, что я вот лак, немножечко я могу его повредить, тогда я беру вот такой лак, и потом, естественно, стопом, и тогда я точно знаю, что от любой работы мой лак не повредится. Следующая штука, это не бледно-жёлтый лак, это масло. Это масло, которое, это масло абрикосовое, и я очень люблю это масло, оно у меня есть, я им пользуюсь каждый раз. Каждый раз, когда я делаю маникюр. А маникюр у меня на самом деле занимает очень мало времени, около, может быть, там 2-3 минуты, очень быстро. И я его делаю каждый раз, когда я перекрашиваю ногти, а так как я их перекрашиваю каждые 2 дня, то тогда вот, в общем, я не сижу там часами. И каждый раз я наношу вот это вот масло, причём не только на ноготь, я его наношу на ноготь, на кутикулу, на полпальца вот так вот, потом вот просто втираю, даже там в руки вот это всё втираю, и всё отлично. Очень-очень хороший продукт, особенно ценю то, что всё-таки это с кисточкой, поэтому очень удобно. Следующая вещь, это опять вот такой вот топ, топовый лак, красивый, очень красивый. Тут у нас, значит, мы вместе с номером 4 у нас на любителя. Это у нас номер 4 вверху, внизу это у нас номер 8, какой хотите, либо золотой, либо такой бледно-розовый с диким количеством серебряных близкушек. Всё замечательно. Вот этот вот лак, это как раз такой лак, который мне нравится. Очень-очень люблю подобного рода лаки. Это такой, знаете, кофе с молоком. Лачок, красивый-красивый. У меня, если посмотреть на мою коллекцию лаков, у меня ополовинчатые, ополовиненные лаки. Это как раз вот такие вот топовые, грибные, серые вот такие вот, либо красные. Вот, все остальные у меня синих, много зелёных, много, есть несколько жёлтых. Они у меня так все, ну, не очень ополовинчатые, ополовиненные. Вот этот вот лак, это номер 10 у нас. Красивая тут у нас коробочка с Candy Cane, номер 10. Этот лак, к сожалению, мне не очень нравится, потому что я сейчас даже немножко загорела. Может быть, вам это не кажется правдой, но я же себя знаю. Поэтому у меня есть немножко даже загар. И когда такой лак на мне, очень мало контраста между мной и этим лаком. И это мне не очень нравится. Поэтому я, в принципе, не очень люблю вот такого плана лаки. Я их называю бледный орк. Помните персонаж из Хоббита? Бледный орк, такой высокий, единственный там орк, который был там, как гора. Вот. Конечно, это не такой цвет, потому что орк был не такого цвета. Здесь будет лак, который приближается к цвету орка. Но, кстати, этот лак мне очень нравится. А вот именно такие бледно-розовые, вот лично на мне, они как-то вообще не смотрятся. Поэтому для меня это бледные орки. Я их не люблю, вот такие лаки. Следующий. И это очень красивый цвет. Прям вот вы на него смотрите, и вы думаете, солнце, песок, плюс 30, коктейль, алкогольный, гамак, вода, море, океан, экзотический остров. Вот, короче, вот так. Особо ценю то, что всё-таки они сделали его в небольшом размере. Я не знаю, как вы, но я подобного рода лаки не очень часто ношу. Не то, что я стесняюсь их носить такого цвета. Нет, конечно же. Но просто-просто не доходят руки. Есть другие цвета, которые мне нравятся больше. Следующий. И это у нас специальный лак, который называется Special Effect. И, короче, у нас тут лак такой, который хамелеонистый. Я не знаю, видно ли вам. Я думаю, что не очень видно. Хамелеонистую часть этого лака, потому что он переливается. Он переливается из такого розового. Он переливается немножко в зелёный, немножко в розовый. Немножко в золотой. В такой, чуть такой лилово-фиолетовый. Ну, в общем, вот такой вот у нас переливчатый лак. Тоже большой. Большого размера. Вот этот лак я его очень люблю, потому что он у меня есть. Это такая фуксия. Очень красивая фуксия. Очень-очень красивый лак. Люблю его нежно. Номер 14. Я вам сейчас покажу картинку. Здесь у нас тоже такой кэнди-кейн. И сам лак у нас такого цвета. Вот такой цвет тил. Что такое цвет тил? Тил это когда... Ну, здесь, в принципе, вы можете сказать. А есть такие лаки, когда вы не можете точно сказать, это ли синий или это зелёный. Есть прям такие, которые вот наполовину. Вот они прям вот вы смотрите, и вы не знаете, это синий или это зелёный. Вот такие вот тиловые лаки. У меня есть таких лаков несколько. Хочу сказать слово предостережение. Вот об этих лаках. Дело в том, что тиловый пигмент, это как раз тот пигмент, который ноготь может красить. Поэтому, когда вы имеете дело с тиловыми лаками, я вам советую не один слой базы наносить, а два слоя базы. Это предотвратит окрашивание вашего ногтя. И тут дело не в том, что вы можете сказать, я пойду просто куплю себе более дорогой лак. Здесь дело в пигменте. В пигменте дело. Потому что, например, у меня есть лаки в ОПИ. Они тоже не дешёвые лаки. Любой лак, который имеет в себе этот пигмент, у него есть теоретическая возможность покрасить вам ногти. Дело естественное, когда вы берёте лак, который стоит очень дёшево, и который стоит, я не знаю, 40 евро. Или сколько сейчас стоит лак от Hermes. Конечно, там будут немножко дороже пигмент, дешевле пигмент, естественно. Но сам пигмент он будет окрашивать. Поэтому осторожно с вот этим лаком, с вот этим цветом лака. Следующий это Экспресси. Экспресси это их линия, которую вы наносите за 60 секунд, и она подсыхает. Я, в принципе, довольна с выбором этого лака, с выбором оттенка этого лака. У меня есть такой лак. Уже два. И мне лаки вот эти нравятся. Они действительно довольно быстро сохнут. Проблема здесь. Я, когда первый лак открыла, я даже помню его название. Это такой очень красивый серо-синий лак. Называется он Air Dry. Очень-очень красивого цвета. Вот я немножко опешила. Я подумала, что это такое. Это какой-то брак. Посмотрите на эту кисточку. Она как будто бы чуть-чуть, она такая, знаете, ее перекосило чуть-чуть. И я... Они говорят, что этим очень удобно наносить лак. Я тот человек, который может, ну, не буквально, но практически закрытыми глазами нанести хорошо красный лак. Потому что я ногти крашу очень-очень уже много лет. И у меня, как вот, как говорят, набита рука. Я умею это делать. Умею. Но вот с этими лаками, ну, вот зачем было вот это, вот это вот, вот эту кривульку делать? Дело в том, что у них их классические, вот, это вот тот зеленый лак, которым я накрасила ногти. Вот. Классическая прямая кисточка. Она идеальная, просто идеальная, красивая очень. Классная кисточка, ей удобно наносить лак. Нет, они сделали эту кривульку непонятную, которая не знаешь, на каком коне подъехать. Я закончила. Следующий лак, это той же, это тоже бледный орг, номер два. Это у нас, это у нас номер 16. Тут у нас лампочка какая-то. В общем, я, опять же, не люблю вот такого плана лаки. Здесь у нас более такой персиковый, что ли, здесь у нас более розовый. Вот они для меня мало контрастные лаки, мало в них контраста, они плохо на мне, плохо выглядят. Вот. Но я думаю, что есть люди, на которых они просто чудесно выглядят, но мне они не нравятся. Это вот у нас два бледных оргка. Следующий. Это моя любовь. Очень-очень много лет. Это вот топ. Это топ, который нужно, типа, применять именно с вот этим лаком, который нам всегда тоже кладут в адвент. календарь. Я, у меня вот есть мой. И я всегда им пользуюсь, всегда-всегда, на всех лаках. И вот на вот этом зеленом лаке тоже он есть. Так, значит, когда я пошла один раз в магазин покупать вот этот вот топ, который у меня закончился, я подхожу к стенду, подходит консультант и говорит, что мне надо. Я говорю, мне нужен вот этот вот лак. Она мне его дала и говорит, лаки вам нужны, ну вот именно лаки, не топ, а именно вот цветастый лак. Я говорю, нет, спасибо, у меня очень много лаков. Нет, но вы же знаете, что такие, что этот топ, он должен наноситься именно вот лаками этой серии. Я смотрю на нее и говорю, кто сказал. Она мне ничего не сказала на этот счет. Слушайте, люди, этот топ, это просто уловка маркетологов. Этот топ, он прекрасно, прекрасно взаимодействует, действует, сожительствует, срабатывается, с любыми, любыми другими лаками. Абсолютно. Сколько бы лак не стоил, у меня есть недорогие лаки, у меня есть более дорогие лаки. Нормально, он просто нормально со всеми дружит. Поэтому вот то, что говорят, нет, это только из этой серии, это все полная фигня. Не слушайте, не слушайте, люди. Вот, тоже закончила, сказала. Еще один лак, это в принципе тоже из серии типа, типа бледный орк, но здесь все более так живенько, поэтому тут контраста побольше, поэтому в принципе этот лак мне нравится. Это такой разбеленный персик, причем хочу сказать, ну, вот такой пастельный персик, причем хочу сказать, что вот эти вот разбеленные лаки, пастельные лаки, они в принципе неплохие у Эсси. тут будет дальше один лак, который у меня есть, и он просто чудесно, ложится чудесно, красится в два слоя, я всегда делаю два слоя, нет вот этих вот непонятных, что вам вы один слой накрасили, и у вас там дырки какие-то в лаке. Номер какой-то, 19, и это вот, знаете, такая, это и боль, и радость. Это мини 25 миллилитров здесь снятие для лака. Почему и боль, и радость? С одной стороны, это хорошо, что они нам дали вот вот эту штуку, потому что в принципе она нужна, например, вот такого флакона, даже с тем, что если бы я использовала его каждый день, каждый бы день снимала лак, то на неделю мне бы его хватило с головой, может быть, даже и больше. То есть если я куда-то еду, то на поездку вот самое то. С другой стороны, у меня очень много жидкости для снятия лака. У меня есть из предыдущих календарей, я специально оставила себе вот такой вот флакончик. Я могу себе всегда открыть из тех жидкостей для снятия лака, которые у меня есть. То есть в принципе смысла в таком формате жидкости для снятия лака надобности на самом деле нет. Поэтому мне лично, мне бы хотелось, чтобы здесь была какая-то мини-версия какого-нибудь лака. Следующий цвет, и вот этот цвет мне тоже очень нравится, вот этот, кстати, вот этот цвет, несмотря на то, что вот именно такого цвета примерно был этот бледный орг, такого цвета лаки они мне очень нравятся, и как ни странно, они мне идут, несмотря на то, что кто-то может сказать, ну контраста же и здесь, и здесь не так много, да, здесь может быть даже побольше, тем не менее, возможно здесь даже, ну, личное предпочтение именно вот такого плана лаки, мне они очень-очень нравятся, такие вот бледно-серые, бледно-какие-то такие грибные, вот это супер-супер красиво, это у меня номер 20, и я очень рада, что именно вот это я в конце скажу, что он, он в общем в полном размере, и мне это очень нравится, лак, о котором я говорила, что он разбеленный, тем не менее, он очень хорошо держится и хорошо накладывается, это вот этот, у меня он есть, у меня он есть, и я его очень люблю, он хорошо накладывается в два слоя, просто нет никаких прогалин, прощелин, есть такие лаки, которые разбеленные, и для того, чтобы сделать равномерные покрытия, вам нужно даже там три слоя, и потом это все как замазка лежит очень нехорошо, но вот в Эсси они как-то с этой проблемой справились, вот этот лак, он просто чудесный, следующий лак, это вот такой вот винный, винно-красный, мне даже язык не поворачивает, сказать, что это красный цвет, все-таки для меня красный цвет, это вот, а это, винчик в бокале, вот, но, вот такой, тоже красивый, праздничный, это у нас топ, просто небольшая версия, 5 мл, очень удобно тоже, если вы куда-то едете, чтобы не таскать с собой вот эту вот всю бадью, и мы пришли к заключительному цвету, заключительному номеру, номер 24, я вам покажу, тут у меня конфета какая-то, такая вот, наверное, наверное, это мятная такая штука, 24 штучка, и здесь у нас вот такой вот лак, очень красивый лак, это прозрачная база, и здесь у нас фиолетовые, розовые, такие кусочки, глитерки, очень красивый цвет, я люблю подобного рода лаки, но, в принципе, я их, я их ношу просто так, без другого лака, то есть, не как топпер, а просто как самостоятельный лак, и я попробовала, в видео, которое я делала на английском, я попробовала нанести его на вот эти, на зеленые ногти, и ничего не было видно, потому что все-таки другой должен был быть цвет для того, чтобы как-то лучше было видно вот это вот шиммерное, вот это вот красивое сияние, но на самом деле лак очень-очень красивый, очень-очень классный, вот, я пришпилю сюда фотку, в которой я просто покажу все лаки, которые есть, чтобы вы их увидели вместе, все лаки вместе, что хочу сказать, пару слов, календарь мне понравился, да, мне очень нравятся красные, и здесь из красных только вот этот, ну, кто-то сейчас скажет, что вот этот, но, опять же, да, язык у меня не поворачивается, сказать, что это красный цвет, мне не очень нравится, что здесь у меня аж два бледных орка, которые довольно-довольно похожи друг с другом, а в остальном я довольна, я довольна этим календарем, это хорошее отступление от всегда красных лаков, и это говорю я, тот человек, который очень любит красные лаки, я, моя душа абсолютно радуется, возрадовалась тому, что здесь аж три таких лака, которые мне очень-очень нравятся, вот красные лаки, и вот такого плана лаки, это те лаки, которые я очень люблю, вот, я надеюсь, что вам это было интересно, и расскажите мне, пожалуйста, хотите ли вы купить себе этот календарь, если хотите, может быть, вы уже себе купили, рассказывайте, и вообще, как вам лаки, если нравится, не нравится, рассказывайте мне все, мне все всегда интересно, я вам желаю хорошего дня, замечательного настроения, спасибо вам за просмотр, и до следующей встречи, пока!